Значит, мы надав бета-мудбет где-то ближе к концу, мы сказали, что есть махлой стпор. Наши мечты есть Рабьёшуа бен Карха. А именно, что в Свитке Истер написано, так мы выучили Свитке Истер, что есть разница между людьми, которые живут в Рей-Празим. Что такое Рей-Празим – это города, которые не обнесены стеной, и города, которые дообнесены стеной. Соответственно, все остальные – это города, которые дообнесены стеной. И есть между ними разница определенная. Какая есть между ними разница, что эти читают 14-го, а эти читают 15-го. Этих митцва – праздник Пурим 14-го, а это праздник Пурим 15-го. Не только читают, мы уже сказали, что все остальные митцва – то же самое. Теперь, вопрос-спор есть, что такое обнесенной стеной. То есть не что такое, а когда мы считаем, что не обнесенной стеной. Значит, всем понятно, что мы не смотрим на то, что в наше время происходит, обнесенной стеной или не обнесенной стеной. Нас интересует, что было, какие времена, это спор. То есть, по мнению Рабьёшуа Бен Парха, это идет по времени Ахашвирошу, а по мнению нашей Мишны, это идет по мнению Рабьёшуа Бенун. И мы сказали, что почему наша Мишна считает, что это по времени Ахашвирошу, потому что учит Гзира Шава. Гзира Шава прази прази со времена завоевания земли Израиля. А сейчас Гмра начинает разбирать, почему каждый здесь не сказал по-другому и так далее. Азбишли ма Раби Йошонган карха лока омру кэта на кама. Почему Раби Йошонган корха не сказал, Как Тана Дидан как Тана в нашей Мишне. Далее стоя прази прази потому, что нет Гзира Шава прази прази, как известно Гзира Шава невозможно и учить самому только если он получил это от своих свыше. Поэтому у него нет такой прази прази. Насколько он не считает, что это Гзира Шава, то есть не получил, что это Гзира Шава, поэтому он не считает это красно камой. Элис таны, дидан, май тайм, а лоумур, короб,ершу бинvvvv Почему таны из нашей Мишны не считают, как ёр-шу бинхорха? Почему ему плохо так считают, что мы идем за временем Хашашвироша? Спрашана раб май тайм, а что за вопрос? Почему здесь вопрос? Ай истэя прази прази. Почему они не считают как ёр-шу бинкорха? Потому что из них есть зира-шва, прази-прази. Сколько они получили takes fruit в бою. Прази-прази. Поэтому они так не считают, они считают, что идет за времени Ёр-шу бинвのунд. Дархагов тот объясняет Рехройню, то, что вчера немножко упомянули. Почему именно, как сказать, какое объяснение в этом, почему именно Сиершов и Нуна, а не это самое. Почему так, допустим, Гзера Шивай, Гзера Шивай, Гзера Сокозов. Ну, какое в этом, как бы, объяснение этому. Почему это идет так? Объяснение такое, что в временах Ашвероши, вся земля Израиля была разрушена. Все города были разрушены Вавилонскими, этими самыми, Вавилонской армией. И поэтому это, как бы, некрасиво получалось бы, что в Израиле никто не читает 15-го числа. В остальных местах есть такие места, в Израиле нет таких мест, поэтому установили, что читают во времени Ашопинон, так считает наша Мишна. На воздушке это написано, где это намекнуто в «Свитки и Стар», написано «Порази, порази, это Гзера Шивай», как мы сказали. Значит, Тан Дедан спрашивает Мра, что за вопрос такой? Мра спросил вопрос. Почему Тан из нашей Мишны не считает, как Грабью Шубенкорхо, что в современах Ашвероши? Спрашивает Мра, почему? Потому что у них есть «Порази, порази», то, что мы уже сказали. Почему они считают, что мы смотрим, когда на определение города, обнесенного стеной, что это город, обнесенный стеной времена, Йошуа Бенун, потому что они учат Гзера Шива, так как они получили от своих романимов, что они учат Гзера Шива, «Порази, порази». Спрашивает Мра, то есть вопрос был другой совершенно. В городе Шушан, как кто читает? Грабью Шубенкорхо нужно читать, как когда. Она локопразим, локомукофим, потому что, с одной стороны, если мы идем за временами Йошуа Бенун, то Шушана Бера, это место, оно не было внесено стеной времена Йошуа Бенун. Тогда почему же там читают? Как там читать? И получается, по правилам нашей Мишны, там нужно читать 14, но это, как сказать, не очень так хочется сказать, потому что там было чудо 15-го, потому что там они отдыхали 15-го числа, так что же там делают? «Ом Ровы вамрала гди», сказал Ровы, есть, которые говорят, что это «гди», где есть мнение, что это имя мудреца, то есть Шушан, она выходит из общего правила, которое у нас в Мишне, по нашему мнению, по мнению нашей Мишны, Шушан выходит из общего правила, несмотря на то, что Шушан не был обнесен стеной во времена Йошуа Бенун, все равно Шушан читает, когда? Шушан читает 15-го числа, то есть это исключение из правила, по нашей Мишне это исключение правила, по праве Йошуа Бенун, это не исключение из правила, потому что во времена Шушана была на стеной сеной, а по мнению нашей Мишне это исключение из правила, то спрашиваем Раву, «Бишлема Летана Дидан, по мнению нашей Мишны, что есть идем мы за временем Йошуа Бенун», можно понять то, что написано в посылке «Дехтип Мадинау Мадина в Ирвы Ир», написано, что «Мадинау Мадина в Ирвы Ир», Как бы, дословный перевод, если можно перейти так, государство, государство, и город, и город. Но Madinah — это не обязательно слово государство. В сегодняшнем рите это слово государство. В принципе, это может быть так же название города тоже. То есть, так же и город, или какое-то местность, все, что угодно может быть слово Madinah. Значит, зачем написано так? Madinah madinah v nir wirr? То есть, что это значит? Что есть разница, что есть, как бы, есть определенная разница. То есть, как мы это, как объяснять этот пасут? что есть такие мадиноты, есть такие мадиноты. Грубо говоря, этот посуд мне сказал следующую вещь, намекнул, что есть мадиноты, несмотря на то, что они окруженные стеной, все равно у них читают 14-го. А есть мадиноты, которые окруженные стеной не читают 15-го. Какие? Те, которые со времена Йошуа, Бенуна, окруженные стеной, они читают 15-го. Те, которые окружены стеной позже, чем было во времена Йошуа, Бенуна, они читают 14-го. Ир-Вей-Ир. Зачем написано еще после этого Ир-Вей-Ир, что есть такие города? Есть такие города. Сказать, что даже в те, которые не окруженные стеной, есть разница. Что значит, есть разница? Есть два типа. Есть Шушанф, который читает 15-го, есть и остальные, которые читают 14-го. Это мне сказали, есть Мадина, Мадина, Ир-Вей-Ир. То есть есть как бы две разницы. Есть Мадина, Мадина, то есть есть те, которые Мукофимхума, окруженные стеной, которые читают 14-го. Есть, которые читают 15-го. Именно, которые были вредны Йошуа, Бенуна, которые позже. И, соответственно, что такое Ир-Вей-Ир? Есть города, которые не внесены в самой то же, которые один читает 14-го, один читает 15-го. Именно Шушан Абира читает 15-го, все остальные 14-го. Это хорошо по мнению нашей Мишны. Значит, зачем нужно написать по Рабью Шубен Корху, когда все идет по времени Ахашвироша? Зачем нужно так написать, что разница есть между Шушан, который читает 15-го, и все остальные, которые не окруженные Хамой, читают 14-го? Но больше разницы у нас никого нету, потому что все окруженные стеной в Рабью Шубен Корху читают 15-го. Все, которые не окруженные стеной в Рабью Шубен Корху читают 14-го. Нет никакого исключения из правила, зачем нужно здесь Мадина, Мадина, Ир-Вей-Ир? Или Ир-Вей-Ир, Лима, Йосо? Зачем же пришло Ир-Вей-Ир, как это Рабью Шубен Корху объясняет этот пасук? Если Хура есть Ремез, намек в самой свитке Истер, как мудрецы, а именно, что читают, что есть такие, есть такие, есть такие, есть такие. Так, спрашивает Мура. Омр лаха Рабью Шубен Корху отвечает Мура за Рабью Шубен Корху, что это вообще никакое не доказательство. Летан Адидал Бениха, разве по мнению нашей Мишны, это действительно, как сказать, проходит такое объяснение этого пасука? Кемен де Ислей прази, прази, Мадина, Мадина, Ламали, поскольку они учат Гзера, Шва, прази, прази. И отсюда они учат, что те, которые были обнесены со времена Йошуа, Бенун, они читают 15-го. Зачем еще раз сказать, что есть такая Мадина и такая Мадина? Это мы уже знаем из прази, прази. Сколько здесь Рашава? Зачем нужно еще раз намекнуть, что есть разный Мадинод? Поэтому эта вещь, которая отсюда ничего не себя доказает, а потому что если ты хочешь так сказать, что этот пасук сказал мне, что есть разница между этими и этими, тогда этот пасук не проходит ни по мнению Рабью Шуа, ни по мнению мудрецов. Говорит Миран, что вообще этот пасук пришел и другой Драшава. Сказать совершенно другие вещи. И какие вещи сейчас мы скажем. Каждый из них учит, как мы сказали. Рабью Шуа, Бенгорху, у него нету Зера, Шва, прази, прази, поэтому он читает, что так. А Хохоема, у них есть Зера, Шва, поэтому они читают так. И что же пришлось сказать этот пасук? Мадина, Мадина, Ваир, Ваир. Когда Рабью Шуа, Бенглеви. Это пришлось сказать, что учил Рабью Шуа, Бенглеви. У Деоса пришел этот пасук сказать, как Рабью Шу, Бенглеви. Что он сказал? Да, Рабью Шу, Бенглеви. Крах выкола самухлой, выкола нереемой. Недонка крах. Откама ом Рабирме висэмирабхия бараба кемихамтан Литверья. Значит, что значит он пришел большой хитуш сказать этот пасук? Что такое Мадина, Мадина. Что все, что рядом с Мадиной, считается как Мадино. Что такое рядом, это называется Сомух, и это называется Нир. У нас есть два определения. То есть есть места, которые рядом с городом. Допустим, у нас есть город, который мы знаем, что он окружен стеной со времен Йошуа Мину. Мы знаем, что есть такой город теперь. Этот город, он немножко вырос, есть Сомух, что такое Сомух. рядом с ними есть еще деревня, которая Самух, которая рядом с ним. Еще есть места, которые видно, из которых он виден этот город, или наоборот, из которых город из этого видно, да? То есть есть такие места. Эти вещи, значит, как мы смотрим на эти места, говорит мара, что все, что, то есть отсюда написано Мадина у Мадина, Ир в Ир, что то, что рядом с Мадиной, это такой же закон, как у Мадиной, и то, что рядом с городом, такой же закон, как с городом. То есть такого типа дрошает. Значит, и сколько это Самух? Когда и сколько это рядом, Кэмми Хамтан или Твери? Столько же, сколько разница между, столько, столько расстояния между городом Хамтан и городом Твери. И сколько это расстояние? Миль. Миль это две тысячи локтей, примерно километр. Спрашивает мара, в Лейма, миль. Зачем такую вещь сразу? Хитро говорит Кэмми Хамтан или Твери. Скажи просто миль. А Камаш, милан, дешиура де миль, кама хабами, каме Хамтан или Твери. То, что здесь Дарахаков сказать, что знаешь, что если ты хочешь знаешь, сколько это миль, пойди в город Хамтан, идти до Твери. Это расстояние как раз будет, как миль. В любом случае, значит, здесь, на самом деле, судья, которую мы будем еще разбирать. Судья, которая очень непростая, Илла Аллаха и в Махлокисе есть решение. Очень большая, значит, как мы на это дело смотрим, понимаете, так сказать? А? Нет, не похоже, саму ходу. Значит, здесь, во-первых, нужно есть объяснение. Есть, так сказать, несколько объяснений, почему так устроено. Это как бы, понимаете, так намекнуто в этом, в Свиткистер. Почему так намекнуто? Одно из мнений, оно такое, что Дарах, так сказать, Тева, когда есть город, рядом с ним есть маленькие деревни, то люди из деревень, они как бы немножко живут в городе. Что это значит? Они часто приходят в город со всякими там, не знаю, что на рыночные и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому, если в городе будут читать 15-го, а в соседней деревне будут читать 14-го, то это глухая идуль. Почему? Потому что эти люди, которые живут в соседних деревнях, они чувствуют себя как горожане. Так раньше было, что есть большой город, рядом с ним есть деревни, маленькие. Это вещь, которая это самая. Или еще более того, если город немножко разросся, что часто тоже было, то есть был город, который внутри стены, и начали вылезать за пределы города, как было в Иерусалиме. Сначала был только старый город внутри стены, потом стали строить там всякие имен Муше, на Ашарим более позднее время и так далее. Получается, что они там просто смотрели как в один город, ходили туда-сюда каждый день, так сказать, там на работу сюда, обратно сюда, пешком ходили, сказать, что они читают 14-го, а мы читаем 15-го. Если я пойду в тучу Нового Гога будет читать 14-го, то я, если Нового Гога будет читать 15-го. Это вещь, которая она, как сказать, ломиста бер. Поэтому, так сказать, не знаю, что... Возможно, один из причин, что делали такую вещь. Значит, значит, нужно определение какое-то. Определение у нас есть в Сомухванира. Здесь уже есть большой спор о решении. Параша и Лихура есть два вещи, которые не связаны, а именно есть понятие Сомухв, и это до Миль. Любые города, которые находятся до Миль, они являются Сомухв, и в них читают тоже 15-го числа. Есть понятие Ниры. Ниры нету расстояния, то, что видно. Лихура то, что видно. Любой город, из которого видно, тоже читают 15-го. Значит, здесь начинается такой вопрос. Что такое... Как себя с этим вести дальше? Что такое Сомухв? Допустим, тут дома, которые идут за границей этого города, который внесен на Хамот. Что мы говорим? До Миль они читают 15-го. А если после Миль, то, кстати, они дом читают 14-го уже. И как это идёт? Или говорим, что поскольку этот город, который уже начался, так он Сомухв, так и говорим, что если город идёт без перерыва, то весь город читает 15-го числа, весь Иерусалим. А если перерыв, то начинается вопрос. После перерыва это называется Сомухв-Ленира в Ихуле. Если есть перерыв, когда это называется перерыв, когда он уже не этот самый. Перерыв ещё после перерыва видно. Допустим, из одного города видно другой. Теперь что нужно видеть? Нужно видеть старый город, обнесённый стеной, достаточно видеть Сомухв. Параши, это разные две вещи, две разные Адахи. Поэтому у Ромоты есть большая проблема. У Ромоты есть большая проблема из-за этого совершенно верно. Нет Рцефута. Нет Рцефута домов совершенно верно. Что? Какая-нибудь надо или оба одна объявка. Достаточно одного, наверное. У Параши достаточно дома. Параши один из двоих условий. Достаточно, чтобы читать 15-го числа. Либо Сомухв до Миль, либо Нира. Потому что мы учим где-то где-то учить Сомух и Юцея, что-то такое, Венера и Цехол какой-то. Нет, это потом будем учить Мире, что есть понятие Мирак. Там же только... Там есть и есть, да. Это не очевидно. Это не очевидно. Это Махловка с решением Рома по Москву. Нет, но если через Речку приходит, это не Сомух, но зато видно. Будем, да, дойдём, будем разбирать. Но это Махловка с решением. Сейчас немножко не помню все эти вещи. Кто как. Есть, которые читают 15-го, Равлёша Пассажин уже читает 15-го. Есть какие-то, да, Равлёша Пассажин, которые читают, по-моему, 14-го ещё всё-таки. Есть люди читают, по-моему, и 14-го, и 15-го. А кто им с командой? Я не помню сейчас, кто спорил, там Равлёша Пассажин, там было много мудрецов, на тему большой был Пульмус. Равлёша Пассажин всегда читали 14-го дня. Значит, есть у нас вопрос, как считать Ламайса, это сложный очень вопрос. И, как сказать, и здесь, как это самое. В Найбраке тоже многие считают 15-го числа, потому что Самухли, Яфо, город Яфо. Яфо, это тоже мнение, окружённость у нас, Решёва Банун, или Вады, или Сафек, я не помню. А что Найбрак близко к Яфу? Не близко, но это просто один город. Это один большой город. Это не близко. Сегодня, конечно, я говорю про сегодня. Ага. Сегодня это один большой город, и говорит, это сам Равзибиршнам всегда говорит, что я всем очень советую, говорит, что я живу в Яфо. Район Беннайбрак. Это очень советую. Все очень стоит такую вещь говорить. Где ты живёшь, живёшь в городе Яфо, район Беннайбрак. Почему стоит, говорит, это очень стоит. Потому что написано в Медрошим, что когда будет, придёт, я не знаю, что, Гюла, Машех, то море выбросит все клады, которые у него там утонули. Беннайбрак выбросит в Яфо. Соответственно, скорее всего, будет делить его жители Яфо, и поэтому стоит говорить, что я живу в Яфо. Этот самый, как называется, район Беннайбрак. Так, как говорится, всем Беннайбрак, ему советую так говорить, но это полушутка. Но Льмайс, так сказать, многие там считают тоже 14-15. Это вещь, которая на... Где проходит Сома, где проходит Ниры, будем ещё смотреть. Сейчас просто будем смотреть, сколько-то допим, не помню, сколько будем разбираться с Сокью более подробно, но пока что немножко встарить. Значит, это учит, зачем написано Мадина, Мадина, Ирва, Ир, сказать мне, что есть понятие Мадина, есть понятие Ир. То есть, есть понятие Мадина, в смысле, рядом с ней, и город рядом с ней. Крах вы сомух лобу, коль они рейму. Значит, всё, что рядом с ним, и всё, что видно от него, не дон, как крах. Всё это закон, как крах вы, кама, и сколько расстояния. Это расстояние Мадина, то есть, Сомух это Мадина, если дома или город какой-то соседей находится, расстояние меньше, чем Мадина, тогда это уже называется Сомух. Если больше, чем Мадина, то это не называется Сомух. То, и мы сказали, что это расстояние, как город Хамтан, город Твери. Сейчас мы сказали одну какую-то Аллаху от имени Раб-Ирмия, и сейчас мы уже приводим и другие, Раб-Ирмия, есть, которые говорят, что это сказал Раб-Хия. Сейчас мы приводим ещё несколько Аллахот, или хотя бы одну Аллахот Агадот от Раб-Ирмия, и есть, которые говорят, Раб-Хия. Врова Раб-Ирмия, вейсэйме Раб-Хия, бар-Аба. Есть, которые, то есть, сказал Раб-Ирмия, есть, которые говорят, что это сказал Раб-Хия бар-Аба. Менад спах цофим Амрум. Сказали мне такую вещь. Менад спах цофим Амрум. Значит, что такое Менад спах? Это слово такого нету. Цофим. Такое слово, слово цофе, это слово, которое видящий. Или видит. Цофе. Цофели мерхак. Ара цофим. Ара цофим оттуда есть, как сказать, вид большой. Называется Ара Цофим. Оттуда не видно Русалим, поэтому называется Ара Цофим. Оттуда как можно смотреть на Русалим. Значит, что такое Цофим, это имеется в виду пророки. Значит, пророки постановили Менад спах. Что такое Менад спах? Менад спах, это все буквы еврейского алфавита, которых есть две буквы. Что это значит? То, что мы называем Мем, есть Мем Софит. Есть Нун, а есть Нун Софит. Есть Цадик, есть Цадик Софит. Есть П, есть Фей Софит. Есть Кав, есть Кав Софит. То есть есть раз, два, три, четыре, пять букв в еврейском алфавите, которые есть разное написание, когда они в середине голоса, в середине слова или в конце слова. В середине слова пишут Мем. Птуха в конце слова пишут мем встума. Да, все знают эту вещь, да? Так это, оказывается, по становлению мудрецы. Омарафабамы нацпах цофим амрум. То есть слова и буквы эти, что они пишутся по-разному, это сказали пророки. Это не было в Торе, это сказали пророки. А что в Торе было написано, это большой вопрос, который Мора сейчас разбирает. С фраждаем Мора другой вопрос пока что. В Этизбара такое можно сказать в актив. Написано в Торе, что когда-то Всевышний дал Тор. Он сказал, что вот эти митцвоты, что такое вот эти митцвоты, эти они другие. Есть митцвоты, которые даны нам Всевышним, но и Алисинай. Их невозможно добавить на них, невозможно убавить. Это то, что дано. Элия митцвот. Эти митцвоты, других нет. Отсюда мы знаем, что Эйн Нави Рашай Лехадеш Довар Мято. Отсюда мы учим, что Нави, пророк, не имеет права Лехадеш Довар Мято. Это Хадеш, привести новую какую-то митцву или новый какой-то закон. Как известно, есть два исключения, которые все кричат. Это нас 11, когда наш митцвот, это Пурим, который мудрецы постановили новую митцву. А именно за праздник Пурим. Вторая митцва, которую мудрецы постановили, это Ханука. Как известно, это большая, как сказать, нужно все решения разбирать, как это разбирать в эту кружью. Что написано здесь, что мудрецы не имеют права постановлять новую митцву. А здесь мы видим, что мудрецы да, постановили митцву. Сейчас мы занимаемся весь Масехет, занимается новой митцвой, которую постановили мудрецы. А именно Пурим. Но, как будто не было митцвод, то есть эта вещь, которая там объясняет, что это... Митцвод, арабон, есть только две, насколько я знаю. Митцвод, арабон, есть всякие архакоты. Архака – это не новая вещь. Архака, темы дают люди сказали, запрещено тебе толщать мукцию. Почему? Потому что, может быть, ты начнешь, не знаю что, работать в шаббат. Запрещено тебе втрубить шофар в шаббат. Почему? Потому что ты можешь вынести шофар из Решуд оеход Решуд о Раме. Это называется, это не добавление новой митцвы, это архака. А есть новая митцва, которая новая митцва, а хану, которая новая митцва. Мудрецы сказали, что 25-го месяца кисляв, зажигай свечки новая митцва. Мудрецы сказали, 14-15-го дары, читай мюгилу, мечте, шлахмонес, кучу новых вещей. Значит, это вещь, которая новая митцва, одно, так сказать, это доходеш, эта вещь написана там всякие намеки. Как будто ни было, так сказать, море очевидно, что такую вещь, как изменить написание букв, мудрецы никак не могут сделать. Вот, есть еще одна кушья. Омар Афхизда, мем, самих, шебулыход, бенес, аю, умдим. Мы переходим туда в гимн, а мударец. Они же не меняют форму буквы. Меняют, добавляют новые буквы. Сказали, что до этого было... То есть, пока что мы понимаем такую вещь, что до того, как были пришли мудрецы, пришли пророки, все буквы мем были одинаковые. И вначале, в конце слова было написано обычное мем. Потом пришли, сказали, нет, в конце слова пишут мем по-другому. Это вещь, которая новая митцва, которой по-другому надо писать софертой. Разменение, такое может быть. Как такое может быть? Вот, есть еще одна тема, я только что, есть еще одна кушья. На эту тему какая? Омар Афхизда, мем, висамих, шебулыход, бенес, аю, умдим. Значит, луход, что такое? Это две скрижали завета. Как они были устроены? Они были устроены большие такие камни. Каменные плиты. Их размеры написано в аббасре, сейчас не будем разбирать. И что? И то, что там было написано, там было написано не написано ручкой, не написано, как сказать, не выгравировано, а насквозь, как называется. То есть дырки были такие, дырки поясов в этой самой форме букв, от начала до конца. Так как там стояли буквы? Все буквы в еврейском алфавите, у них нет формы, как буква О. То есть буквы в русском алфавите есть несколько букв, которые, так сказать, невозможно сделать, написать таким образом, чтобы насквозь была. Да, почему? Потому что когда делаешь, как сказать, когда делаешь букву О, если ты ее хочешь вырезать насквозь, то получится не дырка, потому что бублика, то есть там дырка, а то выпадет, центр выпадет. Есть А в русском языке, там, не знаю, многие буквы, я не знаю, может, еще есть И, А, Б, многие буквы, Р, которых есть дырки, Д, печатные, не печатные, Ф, две дырки даже, да. А вы видите, есть только две буквы, которые невозможно так сделать, и они такие были сделаны на скрижалях, и это было чудо, чудо, что они не выпали. То есть насквозь была дырка, и серединка она стояла, как сказать, на месте, висела на месте, не двигалась. Какие-то две буквы, это сам их, и мем. Теперь, про какой мем здесь говорится? Мем обычный, она совершенно спокойно стоит, как хочешь. Мем обычно пишут ее, да, вот так вот. Она там спокойно совершенно есть, там, снизу штучка, за которой он стоит, никакого чуда там нет. Про какой мем суфит? Про мем суфит? Мем суфит, она действительно сделана как квадратик, поэтому она, должно быть чуток, написано, что она была уже во время скрижалей завета, как-то говорит, что потом, на лице, ее постановили. Давайте сейчас мы пришли на Довгима Ламудалев, на вопросе мы остановимся, а завтра мы будем заниматься ответом на этот вопрос. Довгима Ламудалев, на вопрос.